друзья всем привет приветствую вас на второй части моего видео в этой части мы будем делать самые такие яркие эффектные части этого дизайна составляющие этого дизайна и начнем с прорисовки это у меня гель-паста без липкого слоя финишный промежуточный слой у нас уже есть он тоже без липкого слоя и начинаем прорисовывать тонким лайнером тончайшие детали это у нас усики какие-то такие совсем невесомые совсем прозрачные чтобы они у нас добавили прозрачности легкости нашим ледяным цветочкам лайнер который я использую это классический лайнер который можно купить в любом магазине искусств в специальных ногтевых магазинах единственное что для того чтобы он рисовал тончайшие линии его конечно нужно обстричь сделать прическу небольшой этой кисточки я беру такие ножнички или как это удобный инструмент щипчиками я обычно это делаю и по кругу прохожу снимаю несколько рядов волосинок и тогда у меня получается тонкий лайнер который рисует видите такие вот тончайшие линии даже несмотря на то что гель которым я пользуюсь это довольно плотный материал рисуем максимальное количество таких красивых воздушных линий видите как они сразу облегчают общий вид нашего дизайна сразу дают такую какую-то легкость то что нам и нужно в этом варианте ну и поскольку дизайн у нас зимний куда уже без снежинок у меня снежинки вот такие вот это водяные снежинки и я имею ввиду наклейки водяные приклеиваются при помощи воды вот у меня на заднем плане лежит намоченная тряпочка двойная такая я ее сейчас раскрою и положу туда свои снежинки они у меня там пропитаются водой и я уже буду их наклеивать на ноготь эти снежинки я купила в магазине born pretty я показывала видео в котором распечатывала посылку оттуда они имеют такую полупрозрачную текстуру очень нежный не утяжеляет наш дизайн и поэтому очень подходит ну конечно лучше всего их видно будет на каких-то темных участках но в принципе на светлых тоже добавят немножко настроение зимнего здесь я промазываю гелем это у меня в данном случае топ топ с липким слоем буквально на 7 секунд нужно его закрепить в лампе и после того как он будет закреплен можно на него накладывать уже снежинки наши предварительно смахнув с них влагу но в принципе таким способом каким пользуюсь я намачивая наши наклейки влаги то капелек таких ярко выраженных на них в принципе и нет вот так разместила поправила если где это не клей это гель недосушенный так сказать поэтому можно их распределять по этому липкому слою как вам удобно если вы сразу не положили на правильное место можно как-то подыграть и поменять местами раскладываю свои снежинки в принципе везде где это есть такая надобность видите полупрозрачный эффект но все равно видно что это уже в тему такую снежно-зимний уходит потом мы после того как мы выложили все снежинки мы их кладем опять в лампу напоминаю что топ на который я их выкладывал он был недосушенный и после того как мы выложили полностью весь дизайн со снежинками нужно поставить в лампу чтобы досушить наши снежинки топ который под снежинками чтобы они естественно хорошо закрепились после того как у нас готов весь нижний слой я беру это у меня гель пластилин можно было видеть как он такой достаточно густой он без липкого слоя мне понадобится инструменты специальные для этого я беру шарик уже приготовленный этим гель пластилином я буду лепить объемные части своего цветка чтобы он был более такой яркий более видны что ли более театральный можно сказать потому что это естественно дизайна мне на каждый день это вообще даже не знаю на какой день на праздничный ну не знаю может даже не на праздничный а вот для фотосессии это точно подходит беру вот такими маленькими кусочками скатываю в пальцах шарик между двумя пальчиками вот так чтобы он стал гладенький беру силиконовый дотс это дотс из силикона и начинаю им вылепливать вот видите я пытаюсь опять это сделать это не сразу получается за несколько ходов один сделала не понравился он мне делаю второй раз такой силиконовый дотс делает как бы на предварительную выкладку предварительную лепку а если есть какие-то места которые мне хочется загладить я уже беру кисть у меня круглые кисти и круглыми кистями прохожусь уже по своему вылепленному лепесточку и довожу уже до какого-то финального такого гладкого состояния которое мне будет устраивать то есть и и здесь я хочу укрепить стразы которые предполагаются быть в центре мне показалось поскольку это не жизненный вариант а больше для фотосессии можно помассивнее стразы сюда прицепить поэтому я беру большие конусные стразы это стразы свороски у меня вот такая вертушка есть и формирую из нескольких размеров страз такой большой объемные камушек я все это приклеиваю усаживаю так сказать на густой клей на густой гель гель должен быть и максимально густой чтобы можно было сразу за раз вот несколько таких ведь и размеров страз на него усадить и после того как вы уже убедились в том что они правильно там сидят можно их зафиксировать в лампе на среднем пальчике у меня будет тот же самый вариант страз только немножко будет более бирюзовый оттенок у этих страз но в принципе тот же самый объемный такой инкрустированный камушек а решила я немножко добавить страз это у меня основной камушек я выкладываю и еще у меня есть вертушечки такие самые самые маленькие конусные стразы своровские у них есть специальная маркировка для этого размера потому что размер там просто крошечный я сейчас вам покажу вот видите это такие стразы конусные они как бложки прям маленькие маленьких с трудом можно увидеть они мельчайшие и две штучки там у меня осталось окошко небольшое пустое с гелем вон туда я как раз их и посажу они будут оттуда очень красиво блестеть и все это я естественно закрепляю в лампы чтобы у нас это никуда не уехала закрепилась и стояла на месте дальше я беру гель без липкого слоя и начинаю выкладывать наши плоские камушки своровские я их положу на боковые цветочки чтобы нам не добавлял лишний чтобы они не добавляли лишнего объема по бокам по бокам нам это не нужно и пользу с разными оттенками разными размерами на боковые цветы на усики я положу где-то в местах где лепесточки наши объемные встречаются это как раз вот такое вот нам все добавит ледяного настроения в наш дизайн и 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 немножечко доцом добавляла опять же эффекты такие или точечки они как раз вот в нашей теме снежная это как Такая неотъемлемая часть От снежных каких-то снежинок Как раз все, что нам подходит Вот видите, они Очень эффектно смотрятся Такими Висят на тоненьких наших усиках Как раз сюда подходят Их очень хорошо видно Даже на светлых частях Вот этого стекла Льда, который у меня там есть Внутри, их очень хорошо видно Эти точечки На всех, вот я прохожусь в ногтях На средних и кое-где я даже на безымянном На указательном тоже где-то Подобавляла Как будто это падает снег Их очень хорошо видно на нашем блестящем фоне В заключении я делаю Такую вот По району кутикулы Эффект замороженного стекла Ну с этим знакомы те, кто живет на севере Я, к сожалению, ни разу не на севере Ни сейчас, ни до того, когда жила в России Знаю это только по картинкам красивым Это эффект замороженного стекла Я беру свой гель Опять же без липкого слоя гель-пасту И начинаю его растушевывать Где-то около кутикулы К середине ногтя больше как точечками Такими делаю Это нас свяжет весь наш дизайн Добавит с нежности еще Нашему-то этому общему голубому Такому цвету И будет как раз Смотреться красиво Наши ногти такие замороженные Немножко подмороженные сверху То же самое я прохожусь на всех Ногтях Я как раз для этого делала затемнение В самом начале Когда затемняла, делала омбра Затемняла, делала более темные Такие уголки Для того, чтобы сделать вот этот вот Замороженность И эту, чтобы ее было видно На всех полностью ногтях Она у меня будет растушевываю Где-то делаю такими точечными движениями Мне кажется даже очень сильно похоже На замороженное стекло Замороженное стекло Субтитры создавал DimaTorzok 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 Чуть-чуть еще добавим Чуть-чуть-чуть блеска Нашим вылипленным лепесткам Для этого я беру все тот же Ту же свою любимую гель-пасту Без липкого слоя И начинаю прорисовывать Тоненькой кисточкой Ребра у наших Лепестков Вот этих вот выпуклых Где ребра, где Прожилки, где серединку Я это рисую для того, чтобы Потом взять блестки Блестки, которые максимально Похожи на блеск снега Такие снежные блестки Они у меня маленькие И я на непросушенную пасту Вот эту белую Их обильно насыплю Они к ней прилипнут И после того, как они прилипнут Я отправлю их в лампу Прорисовываю полностью Все торчащие Ребрышки Чтобы у меня в конце Получились прям вот как Настоящие Ледяные цветы Чтобы они оправдывали Своё название Ледяных цветов По-моему, это очень даже Будет похоже на Красивые, волшебные Замороженные цветочки Чем мне нравятся вот такие Сложно сочиненные Многоуровневые дизайны Тем, что можно на любом этапе Каком хотите Остановиться И сделать из этого Театрального, яркого, эффектного Дизайна Для фотосессии Сделать какой-то Жизненный дизайн Для любой клиентки Скажем, взять даже тот же Лед просто Который у меня сидит В аквариуме, так сказать Можно сделать только Такие ногти Или можно сделать Один цветочек Можно сделать только Прорисованные цветочки Не вылепленные Можно какими-то Точечками прорисовать Линиями Я имею ввиду Лайнером И точечки на него поставить То есть этот дизайн Можно разобрать По косточкам На составляющей И сделать из него Просто невероятное количество Самостоятельных дизайнов Для жизни Вот здесь я присыпаю Все блестками Аккуратненько Даю некоторое время Им Прилипнуть к гелю И все это Отправляю потом В лампу на сушку Ну а теперь уже все Окончательно Мы закончили делать весь дизайн Смахиваем наши блестки Если где-то запачкались камушки У меня вот на безымяно было видно Беру просто тряпочку Смоченную в алкоголе Все это прекрасно Замечательно очищается И все Выглядит просто отлично Дальше я предлагаю вам Посмотреть фотографии Фотографии я выстроила На увеличение Чтобы вы могли Рассмотреть мельчайшие детали Если вам понравился Мой проект Моя работа То ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал Можете писать свои замечания В комментариях Критику я тоже принимаю И как всегда Увидимся в следующих видео Естественно В моих каких-то новых Зимних проектах Которые я для вас готовлю Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok